Здравствуйте! Дисциплина геотехника и инженерные изыскания в строительстве. Видеолекция предназначена для магистрантов специальности строительства. Тема лекций «Особенности инженерных изысканий в строительстве» подготовил данную лекцию профессор кафедры Смит Мутенов Есин Саданович. Лекции «Инженерные гидрометеорологические изыскания для гидротехнического строительства» и «Стати проектирования». Общие положения инженерно-гидрометеорологического обеспечения Инженерно-гидрометеорологическое обеспечение гидротехнического строительства включает проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий со всеми их периодами выполнения, подготовкой, проведением, камереальной обработкой результатов исследований и составлением отчета по результатам работы. Ежедневные гидрометеорологические изыскания для гидростроительства должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории, будущего строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом для получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений. Основные задачи инженерной гидрометеорологических изысканий разработка генерального плана территории объекта, выбор места размещения площадки строительства и ее инженерную защиту от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий, выбор конструкций гидросооружений, определение их основных параметров и организации строительства, а также определение условий эксплуатации гидросооружений и оценка негативного воздействия объектов гидростроительства на окружающую водную и воздушную среду. При производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий изучению подлежат гидрологический режим рек, озер, водохранилищ, болот, устьевых участков рек, прибрежный и шельфовый зон морей, климатические условия и отдельные метеорологические характеристики, опасные гидрометеорологические процессы и явления, а также техногенные изменения гидрологических и климатических условий или их отдельных характеристик. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для гидростроительства должны выполняться изыскательскими и проектно-изыскательскими организациями, независимо от форм собственности, а также другими юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на право выполнения данного вида изысканий, полученную в установленном порядке и лицензию на право выполнения гидрометеорологических работ, полученную в органах КАЗ-Гидромета. Производство гидрометеорологических изысканий подлежат регистрации в установленном порядке в органах КАЗ-Гидромета. Для проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий составляется документ, называемый программой изысканий. Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий должна содержать информацию о гидрографической сети района изысканий, об основных чертах режима водных объектов, об использовании водных ресурсов и хозяйственной деятельности в бассейнах рек, а также о наличии материалов наблюдений по постам, то есть по станциям КАЗ-Гидромета, и других министерств и ведомств, а также материалов гидрометеорологических изысканий прошлых лет и возможности их использования при решении поставленных задач. О местах размещения постов и створов наблюдений, категориях сложности отдельных видов полевых работ и намечаемых методах определения требуемых расчетных характеристик. Состав ежедневно-гидрометеорологических изысканий для гидротехнического строительства В состав ежедневно-гидрометеорологических изысканий входят сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, рекогностировочные обследования района изысканий, наблюдения за характеристиками гидрологического режима водных объектов и климата, а также эпизодические работы по их изучению, изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений, камереальная обработка материалов с определением расчетных гидрологических или метеорологических характеристик, составление технического отчета. Для сбора гидрометеорологической информации используются периодические издания государственного водного кадастра, научно-прикладной справочник по климату, справочник Государственного фонда. Собранная на начальном этапе информация позволяет оценить полноту имеющихся материалов, разработать программу инженерно-гидрометеорологических изысканий и выбрать репрезентативные метеорологические станции. Состав работ инженерно-гидрометеорологических изысканий включает два вида инженерных изысканий. То есть вот инженерно-гидрометеорологические обеспечения включают инженерно-гидрогеологические изыскания и инженерно-метрологические изыскания. Инженерно-гидрологические изыскания Включает наблюдение уровней воды, уклонов водной поверхности, расходов воды и определение зависимости между расходами и уровнями, расходов взвешенных и донных наносов, измерение скоростей и направлений течения воды, определение коэффициентов шероховатости русла и поймы, изучение температурного режима источника, изучение ледового режима и явлений, изучение русловых процессов и другое. Инженерно-метрологические изыскания наблюдают за атмосферными давлениями, температурой воздуха, влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, температурой на поверхности почвы, состоянием поверхности почвы, атмосферными осадками, облачностью. Метеорологической видимостью, атмосферными явлениями, снежным покровом и другим. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий в общем случае должен содержать следующие разделы и информацию. Введение. Здесь должно быть отображено основания для производства работ, задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий, принятые изменения в программе изыскательских работ и их обоснования, сведения о проектируемых объектах, состав исполнителей. Гидрометеорологическая изученность в этом разделе должны быть краткие сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, наличие пунктов стационарных наблюдений КАЗ-гидромета, характеристика изученности территории с учетом имеющихся материалов. Раздел природных условий района. Здесь должны быть описаны сведения о местоположении исследуемого района работ, рельефе, геоморфологии и гидрографии, характеристика гидрометеорологических и техногенных условий района строительства, в том числе характеристика климатических условий, это температура, влажность воздуха, скорость и направление ветра, осадки, испарение и атмосферные явления, глубина промерзания, грунта и высота снежного покрова. Характеристика гидрологического режима водных объектов, то есть режимов уровня истока, ледового и термического режимов, режимов наносов и руслового процесса, гидрохимического режима, режимов волн и течений для озер, водохранения и морей. А также здесь в этом разделе должно быть отражено характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений, то есть это наводнения, цунами, оселевые потоки, снежные лавины и заносы, ураганы, ветры, гололед, активные проявления русловых процессов и так далее. Состав, объем и методы производства изыскательских работ. Здесь должны быть сведения о составе и объемах выполненных инженерных изысканий, описание методов полевых и камеральных работ, в том числе методов определения расчетных характеристик и способов их получения с указанием использованных нормативных документов. Результаты инженерных гидрометеорологических изысканий. Здесь должны быть материалы, выполненных изыскательских работ, их анализ и оценка, принятые для расчетов исходные данные, определение достоверности выполненных расчетов, оценка гидрометеорологических условий района строительства с приведением расчетных характеристик, требуемых для обоснования проекта сооружений, а также прогнозы развития опасных природных процессов и явлений с оценкой степени их опасности и риска для проектированного строительства, а также характеристика возможного воздействия объектов строительства на окружающую природную среду, включающие при необходимости прогноз фонового загрязнения атмосферного воздуха с учетом методологических характеристик, которые определяют условия рассеивания вредных веществ. А также в результатах ежедневных гидрометеорологических изысканий должны быть отражены последствия забора воды и выпусков стоечных вод на водную экосистему, теплового и химического загрязнения водоемов, изменения русловых процессов, термического и ледового режима. Все вот эти данные должны быть отображены в этом разделе. В разделе заключения, но здесь уже ясно, здесь должны быть основные выводы и рекомендации для принятия проектных решений, рекомендации по охране окружающей природной среды, а также обоснования необходимости проведения дальнейших изысканий либо исследований. В приложениях к отчету входят текстовые и графические документы, карты, анализы, данные, определения, наблюдения. Так, далее, состав гидрологических наблюдений на организуемых постах, как правило, включают. Это вот виды работы. Это измерение температуры, уровней и расходов воды, изучение ледового режима на участке перехода, отбор провок, донных отложений, детальные измерения скоростей течения для характеристики их распределения стволей и в плане участка перехода, а также изучение деформации берегов и дна русла. В состав метеорологических наблюдений необходимо включать наблюдения за температурой и влажностью воздуха, за направлением и скоростью ветра, за осадками, за горизонтальной видимостью, за атмосферным давлением и атмосферными явлениями и обледенением и другое. Далее, понятие гидрометрических измерений. Что такое гидрометрические измерения, способы определения? Гидрометрические наблюдения на реках чаще всего объединяют с метеорологическими и проводят на основных и специальных гидрометеорологических станциях и постах, образующих постоянно действующую гидрометеорологическую сеть. На основных гидрометеорологических станциях и постах наблюдения ведутся длительное время с целью гидрометеорологического обслуживания страны и ее геофизического изучения. Специальные посты и станции, которых значительно меньше, предназначены для изучения гидрометеорологических процессов под влиянием местных условий в определенный период времени. Кроме государственной гидрометеорологической сети, станции и постов функционируют и ведомственные посты или станции. Например, для обеспечения работы водного транспорта, гидроэнергетики, рыбного или сельского хозяйства для определенных отраслей, для определенных видов работ. Далее, речный пост получил широкое распространение на водных объектах с небольшими колебаниями годовой амплитуды уровня до 3 метров. Речный пост представляет одну или несколько вертикальных или наклонных реек с делениями через 2 сантиметра, которые прикрепляют к устоям мостов или плотин и к набережным. В случае отсутствия этих сооружений к специальной свае для обеспечения сохранности и надежности устройств в течение длительного периода наблюдений, они должны быть защищены от повреждений ледоходом, плавающими бревнами или другими предметами. Высоту уровня воды измеряют от нуля рейки. Горизонтальную плоскость, совпадающую с нулевым делением рейки, называют нулем наблюдения. Его устанавливают нивелированием. Расстояние от нуля графика поста до нуля рейки называется приводкой к нулю графика поста. Свайный водомерный пост представляет собой группу свай металлических или железобетонных, забитых в берег или дно реки в одном створе, перпендикулярным среднему направлению течения реки. Такие посты наиболее удобны на реках с высокими и пологими берегами. Количество свай и их количество зависят от поперечного профиля берега и амплитуды колебаний уровня. Отметка головки верхней свай должна быть на полметра ниже наивысшего исторического уровня, а головка нижней свай на полметра ниже возможного низшего уровня. Разность отметок головок соседних свай, как правило, не должна превышать 0,8 метра. Расстояние между сваями определяется условиями удобства подхода к ним при проведении наблюдений, а глубина забивки их устанавливается в зависимости от вида грунта и глубины его промерзания. На реках с отвесными берегами, а также при наличии гидротехнических сооружений, для наблюдения за колебаниями уровня используют передаточные устройства не автоматические или с автоматическими счетчиками. Основной частью такого устройства является выносная стрела, которая устанавливается на крутом берегу на прочной опоре. На конце стрелы со стороны реки устанавливается блок, а на береговой части горизонтальная рейка с делениями. Через блок пропускается трос, к которому со стороны реки прикрепляется тяжелый груз в виде конуса. В момент касания иглы и груза уровня воды на реке отмечают значение уровня. Самописы уровня воды или лимнеграфы. Лимнеграфы – это приборы, непрерывно регистрирующие колебания уровня воды. В них изменения уровня определяются с помощью поплавка, который поднимается и опускается вместе с уровнем воды. Движение поплавка передается с помощью поплавкового колеса и шестерен барабана, вращающемуся на горизонтальной или вертикальной оси с помощью часового механизма или от электрического привода. На барабане закрепляется разграфленная бумага, по которой перемещается перо и выщерчивает ход уровня. На рисунке 3 показан линточный самописец с вертикальной осью и с электрическим приводом. Вместо поплавковой системы для измерения уровня используем зонт давления. Для измерения скорости течения потоков воды в реках применяются гидрометрические поплавки и гидрометрические вертушки. Гидрометрические поплавки Любое тело, удельный вес, которого меньше удельного веса воды, опущенное в поток, приобретает скорость, равную скорости потока. В гидрометрии преимущественно применяются поверхностные поплавки, а также глубинные, и поплавки-интеграторы. Поверхностные поплавки применяют для измерения поверхностных скоростей и направлений течения. Их обычно изготавливают из дерева в виде цилиндров или крестовин. Для лучшего наблюдения за их движением с берега поплавки снабжаются яркими флажками. Для уменьшения влияния ветра на скорость и направление движения поплавки должны как можно меньше выступать над поверхностью воды. Глубинные поплавки применяются для измерения скоростей и направления течения на некоторой глубине. Они состоят из двух соединенных между собой тонкой нитью поплавков. Верхний находится на поверхности воды, а нижний погружен на некоторую глубину. Верхний поплавок изготавливается из пробки или пенопласта и должен иметь необходимую плавучесть для поддержания нижнего поплавка. Нижний поплавок должен иметь удельный вес несколько больше, чем удельный вес воды. Если нижний поплавок по своим размерам намного больше верхнего, то скорость движения всей системы приблизительно равна скорости течения на глубине погружения нижнего поплавка. Здесь вот показаны поплавки. А это поверхностный поплавок и Б это глубинный поплавок. Далее гидрометрическая вертушка. Это основной и наиболее распространенный прибор для измерения скорости течения речных потоков. Чувствительным элементом вертушки, воспринимающим действие движущего потока воды, является лопастной бит. То есть ротор, вращающийся по оси. Чем больше скорость течения, тем быстрее вращается ротор. Тем больше он делает оборотов за единицу времени. И на этом основном принцип работы гидрометрической вертушки. Скорость течения воды определяется в зависимости от числа оборотов ротора в точке измерения скорости потока. То есть скорость течения воды равна скорости течения воды в зависимости от единицы времени, от оборота за единицу времени. Для определения расходов взвешенных наносов необходимо знать мутность воды. Приборы для измерения мутности воды, с помощью которых берут пробы для воды, для определения ее мутности, называются батометрами. Различают батометры мгновенного и длительного наполнения. Батометры мгновенного наполнения применяются для взятия проб с различных глубин. Батометр Молчанова состоит из двух одинаковых цилиндров объемом 2 литра в каждой, изготовленных из органического стекла. Пробы отбираются на заданной глубине после мгновенного закрытия крышек цилиндров с помощью пружинного механизма. Батометры длительного наполнения позволяют определять осредненную за период измерения мутности, учитывая ее пульсацию. Применяют следующие типы батометров длительного наполнения. Это батометр-бутылка на штанге, батометр-бутылка в грузе и вакуумный батометр. Далее приведены гидрологические расчеты. Для количественной оценки печного стока используются его гидрологические характеристики, а именно расход воды, который обозначается буквой куб и измеряется метр-куб на секунду. Расход воды – это количество воды, проходящей через живое сечение потока за единицу времени. Объем стока воды обозначается буквой В, единица измерения метр-кубический. Это объем стока воды, это количество воды, протекающей через живое сечение за какой-либо промежуток времени. Объем стока воды определяется по умноженной на Т. Т здесь у нас модуль стока воды. Ку – это количество воды, маленькое ку, стекающее с единицы площади водозбора в единицу времени. Оно, маленькое ку, количество воды, определяется как ку, отношение ку на А. А здесь площадь водозбора, а ку мы знаем – это расход воды. Площадь водозбора. Дальше, H. H, маленькое H – это слой стока, это высота слоя воды, стекающей с помощью площади водозбора за какой-то промежуток времени при равномерном распределении стока по площади водозбора. Также применяется коэффициент стока альфа. Это отношение высоты для слоя стока к высоте слоя. Выпавших на площадь водозбора осадков Х за рассматриваемый период. То есть это отношение, вот альфа деленное, альфа равно А, деленное на Х, это отношение показывает часть осадков, пошедшую на образование стока. Далее, расход воды – это одна из главных гидравлических характеристик речного потока. Расход воды также можно представить как объем фигуры, имеющей в основании поперечные сечения потока площадью омега. Сверху эпюру поверхностной скорости азбов звуков эпюра продольной скорости на вертикали. Для вычисления этого объема можно разбивать его на вертикальные слои толщиной В. Здесь вот схемы к определению расхода показаны. Здесь вот схема А при помощи щи эпюр скоростей на вертикали, и схема В при помощи щи изотах. Здесь вот представлены четыре фигуры, как бы здесь вот в схеме В. И по этим, по частям вот этих фигур, и рассчитывается разность скоростей для изотах. Далее, существует несколько способов определения расходов воды речного потока по измеренным скоростям и глубинам. Графический способ. Здесь вот строится профиль живого сечения по измеренным глубинам, и на этом профиле флажками обозначают скоростные вертикали. Далее, строится эпюр из скоростей на скоростных вертикалях. Далее, определяет среднюю скорость на каждой вертикали по площади эпюр и глубине на вертикали. Вычисленные значения средних скоростей на вертикали откладывают вверх от линий горизонта воды и соединяют плавные линии. Полученная зависимость называется эпюр и распределение средних на вертикали скоростей по ширине потока. Откладывая расход на вертикалях, вверх от поверхности воды и проводя плавную кривую, устроят эпюру распределение расходов на вертикалях по ширине потока. Далее, площадь этой эпюры численно приравнивают ку, то есть к расходу воды. Расчет расхода воды в наиболее распространенном аналитическом способе можно представить в виде многочлена. Вот в таком виде. И здесь, вот здесь, УВ1, В2, ВЭ, это средняя скорость на вертикалях, рассчитанная по формулам. Омега-1,2, и это вот площади водного сечения между берегом и вертикальной, или между вертикалями. Х, это коэффициент, учитывающий форму берега, принимаемый равным 0,7 при пологом береге, 0,8 при обривостном береге реки, или неровной стенке канала, 0,9 при гладкой стенке канала. Далее, в некоторых случаях расход определяется способом уклон площадь. Он основан на применении формулы равномерного движения потока воды, который имеет вид, вот, Q равно омега, С, Р, И. Здесь омега, площадь живого сечения. С, это вот коэффициент шлизи. И это уклон водной поверхности. Р, это гидравлический радиус. Из формулы шлизи следует, что определение расхода воды необходимо измерить площадь живого сечения, продольный уклон свободной поверхности и также вычислить гидравлический радиус и коэффициент шлизи в естественном состоянии вечной потоки. Площадь живого сечения подсчитывают по материалам промерных работ на гидравлическом створе. Продольный уклон водной поверхности определяется нивелированием свай, забитых вровень с поверхностью воды на концах выбранного участка реки. Коэффициент шлизи рекомендуется вычислять по формуле Павловского. Это вот если вот в таком виде вот формула Павловского. И далее. Таким образом и определяется расход воды Ко. И таким образом вот инженерно-гидрометеорологические изыскания, что он нам дает? Это комплексы работ, обеспечивающие изучение гидрометеорологических условий территории строительства. И прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений. С помощью данного вида изысканий можно оценить состояние гидрологического режима исследуемой территории, климатических условий и отдельных метеорологических показателей, опасных гидрометеорологических явлений и процессов, а также антропогенных и техногенных изменений климатических и гидрологических условий. В общем, всего, что может доставить трудности в процессе строительства. Изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях подлежат гидрологический режим, климатические условия, опасные гидрометеорологические процессы явления, техногенные изменения гидрологических и климатических условий и их отдельные характеристики. Инженерно-гидрометеорологические изыскания являются практически первостепенными в условиях строительства, так как подавляющее большинство разрушений происходит именно из-за негативных грунтовых условий, что главным образом связано с активацией проблемных геологических процессов при изменении гидрогеологических условий грунтов во время строительства и эксплуатации. Выполнение данного вида работ обусловлено необходимостью выбора правильного места расположения площадки строительства, учета ее инженерной защиты от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий, выявление степени обеспеченности участка водой, разработки генерального плана территории, оценки воздействия объектов строительства на окружающую водную и воздушную среду и разработки природоохранных мероприятий, а также выбора конструкции сооружений. При необходимости изучения источников водоснабжения на базе подземных вод, процессов подтопления территорий, прогноза русловых и пойменных деформаций рек и прочего, нежненно-гидрометеорологические изыскания могут выполняться в комплексе с другими, например, нежненно-геологическими и инженерно-геодезическими изысканиями. К задачам гидрогеологического сопровождения проектирования и строительства можно отнести предупреждение негативных последствий проектированного строительства на соседние здания и сооружения при изменении напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов, возникающего вследствие подтопления, активизации опасных геологических процессов или при строительном водопонижении. Оценку влияния проектированного строительства на микроклимат территории. Изучение влияния загрязнения на качество подземной среды и территории, прогнозирование санитарной и экологической безопасности территории. Оценку влияния проектированного строительства на обводный баланс родников, водотоков, водоемов и лесопарковых зон, находящихся в непосредственной близости к объекту. А также можно отнести региональный прогноз режима подземных вод и изменения микроклимата на исследуемой территории и изучение влияния их изменений на общее состояние региона, разработка и сопровождение единой модели режима подземных вод. А также прогнозирование локальных изменений геоэкологического состояния подземной среды под влиянием грязных производств, кладбищ, свалок и прочее. К задачам геологического сопровождения, проектирования и строительства также можно отнести контроль над соблюдением нормативов предельно допустимых негативных воздействий и сбросов вредных веществ в подземные водные объекты и в атмосферу при строительстве. Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять для обеспечения проектирования исходными данными при решении следующих задач. Выбора места размещения площадки строительства и ее инженерной защиты от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий. Разработки генерального плана территории. Выбора конструкций сооружений, определение их основных параметров и организации строительства. Определение возможностей обеспечения потребностей в воде и организации различных видов водопользования. Определение условий эксплуатации сооружений. Оценки воздействия объектов строительства на окружающую водную и воздушную среду и разработки водоприродоохранных мероприятий. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполняются в комплексе с инженерно-геологическими, с инженерно-геодезическими и инженерно-экологическими изысканиями. При геокреологических исследованиях, изысканиях источников водоснабжения на базе подземных вод и изучении процессов подтопления территории подземными водами или изменения их химического состава, а также русловых и пойменных деформаций рек и селевых явлений и переработки берегов, озер и водохранилищ в динамике морских побережьях. Изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях подлежат гидрологический режим, климатические условия, опасные гидрометеорологические процессы и явления, техногенные изменения. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий ходят сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории, реконструировочные обследования района инженерных изысканий, наблюдение за характеристиками гидрологического режима водных объектов и метеорологическими элементами, а также наводнения, ураганные ветры, снежные лавины, снежные доносы, гололед, русловой процесс, переработка берегов рек, озер, водохранилищ и образия морских берегов. Также подлежат изучению гидрометеорологических процессов и явлений, камериальная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и метеорологических характеристик, а также составления технического отчета. Необходимость выполнения отдельных видов гидрологических и метеорологических работ, их состав и объем следует устанавливать на основе технического задания заказчикам, в зависимости от вида и назначения сооружений, их уровня ответственности, стадии проектирования, а также сложности гидрологических и климатических условий района строительства и степени их изученности. При инженерных изысканиях для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также объектов, возводимых в сложных гидрометеорологических условиях, режимные наблюдения следует проводить на всех последующих этапах межнерных изысканий. Состав и содержание разделов технического отчета, табличных и графических материалов в каждом конкретном случае должны определяться, исходя из объема выполненных изыскательских работ, необходимых для решения поставленных задач на соответствующих стадиях проектирования. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки градостроительной документации выполняются комплексно с другими видами инженерных изысканий. Программу инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки документов территориального планирования или документации по планировке территории составляют на основании задания технического заказчика с учетом гидрометеорологических условий и степени изученности района работ, а также характера проектированного объекта. Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий может содержать специальные работы и исследования, обеспечивающие изучение условий рассеивания вредных веществ и примесей в водной и воздушной средах, а также микроклиматических условий, близовой циркуляции, коррозионной активности атмосферы и другие исследования. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий по выбору площадки строительства следует предусматривать для каждого из вариантов ее размещения сборы и анализ материалов гидрометеорологической и картографической изученности района, рекогностировочное обследование водных объектов, определение расчетных гидрометеорологических характеристик в соответствии с заданием. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий по выбору направления трассы линейного объекта также следует предусматривать камериальное трассирование вариантов проложения трассы с выделением наиболее крупных и сложных переходов через водные объекты, подлежащие натурному обследованию. Также следует предусматривать наземные гидроморфологические обследования и проработку конкурентоспособных вариантов переходов трассы через большие водные объекты со сложными инженерно-гидрологическими условиями. Инженерно-гидрометеорологические изыскания при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. При строительстве выполняют инженерно-гидрометеорологические изыскания и наблюдения для получения оперативной информации о гидрометеорологических параметрах, оказывающих влияние на безопасность строительных работ и нарушающих нормальный режим работы, а также мониторинг за опасными процессами. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектов деконструкции зданий и сооружений выполняются согласно строительными правилами Республики Казахстан «Инженерные изыскания строительства основные положения». Наблюдение за режимом водных объектов, изучение климатических условий и гидрометеорологических процессов в составе инженерных изысканий следует выполнять при расхождениях, заложенных в проекте расчетных гидрологических и аэрометеорологических характеристик со значениями, установленными в процессе эксплуатации. Также следует выполнять, если при эксплуатации реконструиваемого предприятия выявлены неблагоприятные гидрометеорологические воздействия на сооружения, не учтенные при подготовке проектной документации. Также следует выполнять при необходимости разработки проекта сооружения и инженерной защиты и обоснования мероприятий, необходимых для нормальной эксплуатации объекта капитального строительства. Также наблюдение за режимом водных объектов следует выполнять при необходимости промышленного освоения новой территории, увеличение водозабора и существующих или эксплуатации новых источников водоснабжения, увеличение выпусков промышленных стоков и других хозяйственных мероприятий, проекты которых предусматривают разработку гидрометеорологического обоснования. Состав, объемы и методы производства изыскательских работ – это сведения о составе и объемах выполненных в инженерных изысканиях, описание методов полевых и камериальных работ, включая методы определения расчетных характеристик и способов их получения. Результаты ежедневно-гидрометеорологических изысканий содержат характеристику материалов выполненных работ и оценку их качества, принятые для расчетов исходные данные, определение расчетных характеристик для обоснования проектов сооружений, определение достоверности выполненных расчетов, оценку гидрометеорологических условий района строительства с приведением расчетных характеристик, необходимых для обоснования проектных сооружений. Также содержит прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений, прогноз переработки берегов морей, озер и водохранилищ с определением границ распространения явлений, характеристика русловых процессов, а также в общей рекомендации по инженерной защите сооружений и охране окружающей природной среды. В заключении здесь отражаются выводы по результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий, рекомендации для принятия проектных решений, а также при необходимости обоснования проведения дальнейших изысканий или наблюдений. В случае подверженности обследованной территории неблагоприятным воздействием по результатам выполненных изыскательских работ даются общие рекомендации по инженерной защите и определяется состав последующих инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходимых для обоснования проектных решений. Для площадок строительства, расположенных в пределах изученной территории, если гидрологические и климатические условия территории не оказывают существенного влияния, вместо технического отчета допускается составлять раздел в составе комплексного отчета по инженерным изысканиям. Раздел может составляться на основе материалов гидрометеорологических изысканий прошлых лет, данных пунктов стационарных наблюдений КАС Гидромета и рекогностировочного обследования при ограниченном выполнении полевых изыскательских работ. Оценку соответствия результатов инженерно-гидрометеорологических изысканий выполняют в процессе экспертизы материалов изысканий. Контрольные вопросы, на которые вы должны ответить, также используемые список литературы. Книга Федотова и Соломахина. Спасибо за внимание. Мы завершаем сегодняшнюю лекцию.